Новое видео выходит каждый день в 20.00 Дорогие друзья, в данном видеоролике я выполню данные мне вконтакте обещания и солью один очень интересный инсайт про такого GTA-самп-ютубера как Sunset. Итак, давайте же начнём. Начать, наверное, нужно немножечко, так знаете, издалека. Буквально вчера в 8 часов вечера, напоминаю, что ролики выходят у меня каждый день в 20.00, я выпустил ролик про Sunset. И многие люди стали мне писать по поводу того, вот в комментариях конкретно, вот можете вот даже сейчас под этот ролик зайти и посмотреть, то есть действительно, что вот эти комментарии там есть. Так вот, люди начали мне писать, мол, откуда ты вообще можешь знать, что, ну, Ангелу Касады кинул страйк Sunset? Ведь это может знать только Ангел Касады и Sunset. То есть Sunset он может знать это потому, что он кидал страйк, а Ангел Касада может это знать, потому что он принимал этот самый страйк. И вы знаете, ребята, в кругу общения с Sunset'а есть люди, которые тоже его ненавидят так же сильно, как и я в предыдущем ролике, и с завидной регулярностью сливают у меня разнообразную информацию про него. И вот, этот ролик не стал исключением. И вот, давайте же послушаем человека, который достаточно сильно общался с Sunset'ом и может вам рассказать всё по поводу того, как Sunset употребляет. Ну, в общем, слушайте далее. Ты это серьёзно или просто стебёшься? Ты скажи, это реально или нет? Просто похоже на какую-то шутку. Блядь, да ты заебал. Я уже нахуй тебе 10 раз повторяю. Мне смысла, во-первых, пиздеть тебе нету. Я тебе, блядь, вообще никогда не пиздел. А во-вторых, я уже списывался с его одноклассниками, они мне в ЭК начали писать после этой хуйни. Ну, я там через своих ещё пробивал, но это долгая история. Но это не суть. Ну, блядь, в принципе, я тебе уже писал по этому поводу. Вот, и, короче, он долбит пиздец во время записи роликов. Прикинь, долбит. Я просто охуел. Это такой пиздец. Там столько на него инфы, нахуй. Ёбаный рот. Ты реально, блядь, посмотри на его ролики последние. Он же, блядь, вставлен и записывает. У него даже вот это слюноотделение. Это когда у тебя слизистая, сильно раздражена от хуйни, от пороха и так далее. Вот, и от фена, блядь. У меня же дохуя чуваков, которые сидят, ну, давно особенно в клубах и так далее, подсели. Он, блядь, бездоза, нахуй, два слова связать не может. Ты его ролики, блядь, посмотри. У него, нахуй, все мысли теряются, он растерянный. Я с ним еще, этот, тоже переписывался, блядь. Он, чувак, ну, типа, блядь, я ему писал, он мне голосовики отсылал, и он, да, блядь, даже там обдолбанный, нахуй. Он просто круглосуточно долбит. Это вообще пиздец. И после вот этих вот слов от авторитетного источника, я начал присматриваться к Санцету. Присматриваться к Ютуб-каналу, к рекламным контрактам, к социальным сетям. И пришел к выводу, что Санцет действительно страдает от наркомании. Вы знаете, в последнее время я нахожусь в активном поиске наркотиков! И люди, которые смотрели Санцет на протяжении последнего полугода, просто диву давались, как им удается нести такой несусветный бред на такую, казалось бы, конечно же, маленькую аудиторию, но все равно аудиторию. Именно зависимостью от наркотиков объясняется все нелогичное поведение Санцета, которое мы с вами могли наблюдать на протяжении последнего полугода. Музыкант, давай надо мною ржи, наркоман с рукавами длиною ржи. Для меня кайф, когда взрали руками машут, а твой кайф, когда тебе дали камень гаша, ты из-за своих наркотиков лишен выхода, я из-за своих наркотиков пришел к выводам! И, Санцет, я, конечно, все понимаю. Ты там ушел с Авроры, ушел еще с каких-то проектов GTA Samp. Я так понял, ты ушел не потому, что вот где больше заплатят, или не потому, что вот как думают твои зрители, что тебе там якобы больше заплатили, ты поэтому перешел. Нет. Я просто подозреваю, что ты искал идеальную систему, как бы купли, продажи и употребления наркотиков на серверах. Именно поэтому ты решил перейти на Адванс РП. Но я тебе сразу хочу сказать, Адванс РП – это не сам ПРП. Там нету такой гибкой системы покупки и употребления, а также продажи наркотиков. Поэтому там ты не найдешь никаких уникальных систем по поводу наркотиков, как тебе бы хотелось. Последние 10 лет наркотики выглядели так, будто ими никто не занимался. Ну, я думаю, вы меня поняли. А, наркота! Люблю наркоту! Итак, стадия первая. Обильное слюноотделение. Если вы на постоянной основе смотрите ролики Сансета, то можете сразу вот так вот услышать, что у него во рту как будто бы он, типа, говно жует. Но на самом деле это все из-за обильного слюноотделения от разнообразных видов и сортов наркотиков. Я уж не буду называть от каких, потому что, ну, я не хочу пропагандировать вот эти вот всякие страшные. В общем, это не так важно. Так вот, и Сансет вот на протяжении уже последних там полугода-года употребляет эти самые наркотики. Если вы посмотрите там на какие-то старые его ролики, то можете услышать, что ранее у него не было вот такого вот дефекта речи, что у него во рту было очень много слюней, и из-за этого он очень странно говорил. А еще он начал каким-то, вот знаете, быть таким параноиком. Это уже вторая стадия. Паранойя. Сансет действительно параноид. И он постоянно думает, что кто-то его сейчас разъебет. Именно поэтому вот в ролике про Ревент ролеплей, когда он защищал Аврору, там, прикрываясь ее какими-то пруфами и так далее, когда он отвечал Данилу Геррею, у него очень сильно дрожал голос. Именно из-за паранойи. Это уже вторая стадия. И третья стадия, это паранойя в квадрате. Он начал кидать страйки Ангелу Кассада, и еще, можно даже сказать, что это третья стадия шизофрения. Он действительно, он начал думать, что кто-то там говорит неправду, и так далее, кто-то хочет заклеветать Аврору Ролеплей. Хотя на самом деле, люди, в свою очередь, говорили правду. А Сансет просто не хотел это замечать. И делая вывод из всего этого, можно сделать такой, знаете, один очень простой и логичный вывод, который сразу же напрашивается, вот когда ты думаешь, вот когда ты просто произносишь имя Сансет, и вообще где-то обрабатываешь информацию у себя в голове по поводу данного человека. Так вот, Сансет наркоман, и ты можешь не пытаться отнекиваться в комментариях и так далее, все, это уже подтверждено, понимаешь, есть профы, есть все, есть люди, которые с тобой на постоянной основе общаются, я бы тебе не советовал с ними общаться, потому что большое количество людей, которые я не вставил вот в данный ролик, я вставил только одного вот этого вот информатора, который говорил более всех убедительно. Но на самом деле, то есть людей, говорящих, что ты употребляешь наркотики, их очень много. Сансет может не пытаться отпираться и так далее, то есть уже все доказано Сансет. В общем, всем спасибо за просмотр данного ролика, всем пока.